Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет за вчерашний день. Никита, поставь, поворачивай голову. Теряешься. Три секунды потерял. Номер 126. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 15 апреля 2016 года. Вот это я объясняю везде. Кругом измена, трусица, обман. Откуда? Считайте. Мы считать не будем. Это везде и всюду. И вот то, что делает, рано или поздно Бог начинает выразумлять. Затянули зарубежную церковь-то. Только признать каноническое. Только ничего не надо больше. Как только сделали дальше мертвой хваткой. Потащили, лишили власти, приходы, бросить, уничтожить. Уничтожить задача была. А об этом даже речи не было. Явное дело, что сатана. А теперь вот с католиками разберитесь. Теперь вас туда потащили на расправу. А у вас нет ничего абсолютно. Уже наполовину раскололась там патриархия. Так это еще только начало. Вы хотели это зло, а теперь его получаете. А я сейчас прошу молиться за патриарха. Ему непросто. Хватились. Уже давно-давно все окатоличенное. Собрания, конгрессы, колоквиумы там сейчас заягозились. И делают все неправильно. Ни одного еще не видел собрания, которые мне подкидывались, чтобы поступали правильно. А что нужно делать? Молиться. Самое опасное, самое зловредное, что есть в патриархии, это миссионерские отделы. Специально к когорту жестоких, непримиримых. То есть это как свои ваххабиты там поставлены, такие где-то тайные киллеры, зелоты. Они беседовать не умеют, безжалостно. Человека ненавистники прямо сидят. И человека угодники в одном лице. А как это может быть? Я поясняю как. Вас учить надо, чтобы вы на наши ресурсы заходили. А как? Просто. Вот баптисты. Ты миссионер называешься. Ну и называйся, и делай. Зачем вы сбиваетесь от кодлуток? Зачем это нужно? Потому что вы ответственны перед вышестоящим. Вы делаете то, что им надо, а не то, что Богу надо. Жить надо в Духе Святом. Вот мы ходим здесь, баптисты. У них собрания бывают где-то в субботу, воскресенье и среди недели. А воскресенье два. Четыре собрания. И мы ходим из года в год на четыре собрания. Мы. И все до одного знают. Заходим, совершаем хрестное знамение. Мы не скрываемся. И вот у одних свадьба. Бракосочетание по-своему, по-батистски-то. Нас приглашают, мы друг друга не знаем. И вот мы познакомились. И теперь уже лет тому назад, наверное, сорок было. Примерно так. А может дальше с чем-то было где-то. Могу называть фамилию. И все. Петеримов Анатолий Кузьмиш. Но она Маева стала Петеримова. А Валентина Пантелеевна. Его заинтересовали мои беседы. Он меня пригласил один раз к себе. Работает на заводе агрегатов. ААЗ. Далеко-далеко. А у меня если пять остановок ехать, то я уже билет не беру. Бегом бегу и бегу. Я сильно бегал. Как Асаил. Легкий на ноги был-то. И я бегаю к нему полгода. И веду занятия по блаженному фиглакту. А жена, а то тут-то на кухне, а живут такая общая кухня еще там. Такие дома были, как барашнего типа. Хотя она и не барашняя была. И она урывками слышит. Ее бог коснулся. И она обращается. Муж не принял. Он забеспокоился. У него родители с ним живут. Александра, мать ее. И он, Кузьма Константинович, кажется. Кончится чем? Жена обращается в православие. Принимает все, что нужно к крещению. Полностью. Но мы ей советуем, от баптистов не уходи. Сиди там, она хористка. Пока не надо. Надо сглаживающие моменты искать. А эти, которые миссионеры, он мертвой хваткой. Все, теперь мы никому не даем это знать. Тишина, полный порядок. С моей женой они рука в руку согласились. Все, работаем. Работа идет, никто не видит. Обращаются его родители. И умирает в православии. Две души. Вот это обратилась Алевтина третья душа. Это только начало. Через нее там, дальше она работает. Приближается Катя Девришадзе. Грузиночка была такая. А она обращается. И ей говорим, сидите, там хору тоже хористка. И через них они приводят ко мне на дом отца Геннадия Фаста, Генриха Фаста. Генриха Генриховича. У которого отец, там кандидат наук, Вильгельм, другой. Дальше целая цепь пойдет. Вот работа миссионерская. Отца Геннадия Фаста в Абакане. Вы найдите здесь, посмотрите. Он магистр богословия Московской патриархии. Бывший преподаватель Томского университета. А они ко мне его привели на дом. И вот на нашем форуме заведите. Фаст. И вы найдете, записано на пленку было, как прошла эта ночь. В полпятого утра мы закончили беседовать. Он вышел за стола уже православный. Руководитель баптистской молодежи. Минонит, немец. Бог делает это. Бог. Вот теперь дальше идет. У этой рождаются дети. Старшая дочь. Матушка в Томске. Отец Михаил Фаст. Это уже честца Геннадия идет. Его племянник обратился. Теперь дети все верующие. Это все отростки идут. Вот с той, малой, говорится, подвижки нашей, что мы ходили к баптистам. А нас там презирали, толкали. У них объявляют. У нас гости есть, приглашайте на ночь. Войдут, никого нету. А я стою, он подходит. Начинаем говорить. Я говорю, вас никто не пригласил? Нет. Кустов. Леонид приезжал, кажется, с Кулуды или Славгорода или с Павлодара. Где-то он тут что-то у него есть. Их свой везде ездил, проповедовал. Инвалид немножко отечественной войны. Я приглашаю. Я его приглашаю ко мне ночевать. Сразу, мгновенно выскочили. Баптисты не ходить, это такое на меня. Он говорит, хорошо. Я стою сколько на морозе? Никто не подошел. Он первый подошел. Отстаньте. Все, они отошли. И теперь он меня ночует. Вот что Бог делает как? Он говорит, я в людях не могу заснуть. Я говорю, заснешь. Считай, что на стене написано. Ты огражден и можешь спать безопасно. Мы беседуем долго. Будильник ставлю около головы, он не может проснуться. Встал. Я как будто дома был. Теперь он всегда заезжает ко мне. Теперь работа прошла в другом городе. Понимаете, что миссионером быть это призвание. Обратить одного человека, золотого, золотого, золотого. Талант. Ну а дальше что? Дальше Бог делает. А для того, чтобы покрестить человека, правильно покрестить, не нужно, золотого, золотого, ни одного таланта. Достаточно быть рукоположенным. Незапрещенным на этом все. Вот и все. Ни одного и тысячи. А вот теперь дальше это как цепная реакция идет. Только в одном направлении говорю. Только в Барнаульской. В Аптисов я не хожу. Он выходит один и поносит православных. Мельников. Иосиф Иванович. Пятидесятник. Тогда объединены были они вместе. Мы договорились. Мы сразу встаем. Молча. Перекрестились. Тихонечко встаем и выходим. Как его взяли за него братья-то? Ты что делаешь? К нам приходят люди, а ты их выгоняешь. Да я, да и вот он против православия говорил. Наконец мы встаем, выходим. Он кричит. Надя, не выходи, подожди. На кафедре. Он был лучший проповедник у них. Пробили. Чем? Терпением. А тут миссионер. Ему сестра говорит, как над ней издеваются. Он в ней вину видит. А то ты виновата, в тебе смирения нет. То есть все говорится с приглядом. Где его создало это общество миссионерское-то? Система. Система зла. И руководитель, самый, который больше всех перессорил, это Дворкин. Это они его любят, уважают, то другое. Это система зла, как дыра в преисподнюю. Молитесь об этом, чтобы Бог открыл вам глаза. Миссионерских отделов не может быть. Нужно, считайте, шестая глава деяния апостолов. Изведанных, знать их надо, как они живут. Как ходят, понимаете? А вот он, царь Иоанна Фантео. Чем ходит, занимается? Чем они занимались? Наконец, ну видеть, дальше некуда. Пришло время кабанчика резать. Сейчас его заблокировали буквально везде. Сейчас за Дворкина взялись. Он только рождественские сделал, там против меня, ежегодные какие-то чтения рождественские. Сейчас на него, посмотрите, лавина идет, и за рубеж, и все на него поднялись. Он никакой, он уже совершенно неверующий. Засланец из-за рубежа. И они не видят. И вот это, вот эта кара сейчас пришла. Разбирайтесь там со своими, вам некогда будет за мной гоняться. Пока я живой, вы возьмите добрый опыт. На что вас нельзя дискредитировать, мне говорят. Почему нельзя? Все можно. И Христа дискредитируют, и президента, и патриарха. Но непросто. А почему непросто? Жить надо достойно. Жить. Вот он заходит к Григорьичу Дотворец. Ну все, в храме подслужил, вышел. Стоит с епископом, разговаривает. Женщина подкатила. А вы мне когда деньги дадите? Какие деньги-то? Ну я прихожила по вызову-то, путана. Да когда же ты приходила-то? Ну как приходила? Ты чего отричаваешься? Да вчера только спали вместе-то. Ну будешь платить или не будешь? А то я расскажу что-то. Он друзьям говорит, узнаете сколько и заплатите ей. А дальше что? Ну явно, что подстроено все было. Подстроено. Притом не один раз. Проделали замок. Ее туда запустили. А к нему надо идти. Решили его проверить. Приходит, она у него на постели сидит. Златоуста в этом обвиняли. Златоуст говорит, а где это было? Ну возьмите меня, разденьте, посмотрите. Могу я это делать или нет? Ну посмотрите на меня. Его, когда образ показывает, говорит, зело худ опасно. То есть настолько худой, что, и говорит, большая голова на тонкой шее. И его обвиняли. И что, она разродиться не может? Ну и все дальше-то. А зачем это, говорите? На мне это проехалось. На мне. В Новосибирске работаю бригада строительная Су-28. И вдруг отправляет нас куда-то, бригаду целую. И большие фотографии. Я говорю, а зачем? Пропуска сделать надо. Я говорю, а почему они большие? Ну надо так. Меня заинтересовало. До этого, когда нас вызывали особая такая пробивная бригада, ну работали мы там и в две смены. Фотографии были маленькие. Меня это заинтересовало. Никого не интересует это, меня интересует. Почему фотография большая теперь? А то, говорит, а вы не знаете, что я... Да это военный завод. Военный завод, переоборудование идет. Фундаменты для станков закладывать. Я сразу развернул назад. Даже не зашел в эти цеха. Я говорю, а что такое? Я говорю, я не работаю. Я не участник. Я не воюю и не помогаю воевать. Да вам-то какое дело? Вы сделали, получили деньги, ушли. Нет, это не будет так. Они меня решили подловить. Я выхожу, он меня сразу... Отойдите в сторонку. Охранник. Почему? Сегодня там у нас гуляли, видели, что вы затащили водку. Я говорю, подойди сюда. Что? Охранник такой, боевой парень. Видно, что не испугаешь его. Я говорю, ты знаешь, с кем разговариваешь? Нет. Я христианин православный. Я в рот не беру ни алкоголя, ни наркотиков. Тебя завтра поднимут на смех, с работы выгонят. Над тобой весь завод будет смеяться. Да вы что? Тогда идите. Вот и все. А вам наркотики подложат в карман? Можно подложить. Приезжает к нам милиция. Идут они с председателем Сельсовета. Это милиционер, майор Афонин. А этот, старщиков, Игорь Николаевич, представитель Сельсовета. И он, ну как-то меня надо взять, а что-то привязается, ну такое. Ну я их не знаю. И милиционер говорит, я могу против вас уголовное дело воздвигнуть сегодня же. Я говорю, и как же? У вас вот растет конопля здесь. Вы распространяйте наркотики. Стой на месте, я говорю. Рви коноплю, давай воздвигать. Нет, нет, нет. Я просто пошутил. Не выйдешь, пока не сорвешь коноплю. Рви и возбуждай. Я говорю, вы были в лагере сейчас? Были. Вы сказали, что занимаются педофилией здесь. Да вы, да кто это говорил? Расслышали это. И мне уже успели, прибежали и сказали. Я подаю на вас суд. Я с вами разберусь здесь. Да вы что, да нет. Председатель Сельсовета настолько расположен. И когда утонули в Азовском море, там, шесть ребятишек и воспитатель. То указание от президента было. Проверить все детские лагеря. И, конечно, наш православный лагерь. А председатель Сельсовета, с которым хорошие отношения установились сразу же. Когда пришлось маленько давануть, а он хороший человек-то. Там, учитель школьный, то другое-то. И он говорит, туда не ездите, не надо. Там все в порядке. Там верующие, там обедками не кормят. И никто не приехал. Комиссия доехала 15 километров и до нас не доехала. А милиционер теперь за нас везде заступается. Понятно? То есть, в первую очередь, если ты на миссионерское дело идешь, ты должен быть не запятнан. Рыльце не должно быть в пуху у тебя. Чтобы не искали, кто куриц съел. Я просто попутно хочу сказать. А вы изменили всему. В Духе Святом Бог покажет, с кем беседовать. Вот я с одним беседую. Я даже не знаю, что он обратился. А он теперь там работает. Быстрее меня. Сейчас покажу маленько, как работа идет. Конкретно. Миссионеров много надо, много. Но это должны быть таланты, выявленные Богом. Богом. За грудки никого не хватать. Сказал или не сказал. Побыл. Вот мы ходим, годами ходим, я молчу. Ничего не говорю. А работа идет, что молитва. Вот ходили на дом, обратилась семья. Старшая дочь теперь уже от них делается. Ее мать, из-за конелая баптистка, у Алифтина, это Пентилеева не сказал. И она обратилась по православному, умерла. Посчитайте, сколько. А все из-за чего бегал, пять остановок не садился. Бог учел каждый шаг. Да вы какие миссионеры-то жестоковыйные, с необрезанными сердцами. В меня вцепились. У вас зубов не хватит, повыделит Господь. На моем тащили ноги, с зубами тащили, да без зубов остались. Пока возможно сесть, заходите. Посмотрите, открытым оком второй том. Как работать надо с разными людьми, с разных направлений. Я вас буду спрашивать, у вас ничего этого нету. Кто из вас молился в мечети? В мусульманской стране. В Азербайджане вот я был. Кто из вас ночевал, беседовал в доме Муллы? А какой результат? Результат Бог дает. И сеющий, поливающий ничто, о котором миссионеры... А кто обратился? Кто результат? То есть делают с сынами гиенны, обходят сушу и морю. Не знаю я результатов. Я об этом никогда не думаю. Это Бог знает результат. Вот я почему говорю, какая опасность сейчас в патриархии. Мне сейчас накидали этих роликов. Что там делают собрания, священники выступают против патриарха. И ко мне. Вы же выступали против патриарха. Но сейчас против патриарха идут. Моего голоса против патриарха Кирилла не будет. Не будет. Я сказал все раньше. На моем форуме есть уже, где я разбирал его ответы. Из 60 ответов 10%, не больше он так, или 5, отвечал правильно. Это я говорю уже, говорится, на камеру. И вот здесь дальше вопросы мне задавать только на форуме. Я нигде больше не бываю. На форум переносить. А из контактов администратор переносит. Я отвечаю там сотни, сотни. И они, я говорю, может они не можем перенести их сюда на форум. Ну и дальше, чтобы помогли краткое содержание дать у наших роликов. Вот, прочитайте, что написано. Коротко. Дальше. Я уж только раз просил на нашем сайте, на форуме на сайте, наши книги перевести вот в эти форматы. Я не знаю как. Ну у нас идут занятия. Вот Сергей. Посчитайте, приходите. В середу пятницы. Ну и дальше, что вчера мне письма писали. Считай. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Поклон вам за страстное стихотворение. Не страстное, а страстное. То есть про страстную пятницу написано. Повторяю, я не поэт. Я пишу проповеди в стихах. Мне Бог дал это право написать. Дальше. Полезный новый ролик событий. Скачал его. Один блистательный разбор адвенститской ереси. Того стоит. Один только вопрос. Это он понимает. Ведет занятия в епархии. Группа у него. Кроме того, преподаватель государственного университета и академии. Вы миссионеры. Убрать его, это главный льститель, ваш губитель. Да какие вы миссионеры после этого-то? Изверги рода человеческого. Если бы по-хорошему я сказал обо мне, это нельзя никак. Почему? Перед системой выслуживайтесь. Она вас сожрет, эта система. И вы будете лютыми врагами патриарха системы этой, когда увидите, что в церкви делается-то. Вот сейчас, что против патриарха говорят, я это уже десятки лет говорю. Поэтому патриарх Кирилл ничего не сделал в этой встрече с Папой Римским. Чего бы уже не было. Это все давно преданное. Посмотрите Иосифа, этот Иосифов-то. Бритый в галстук. Чего непонятно-то? И сотрудник, может, КГБ всю жизнь пробыл. НКВД. И масон. Чего ради галстук-то не делал? Сколько он перепортил людей-то? Ну гляньте глаза-то, откройте. Ослепленные злобой. Дальше. Поднял настроение брат Михаил Домнич своим письмом. Вы точно подметили, что он на самом деле человек богатодуховный, а также внимательный, открытый и по-умному самоироничный. Именно так. Вот это подходит мне. Самоироничный. Чудеси сейчас начнут меня укорять в хвалебности. Да. Но как сказать, хороший, плохим не назовешь. Вот так. Или в параллельном православном миссионерском мире принято лишь врагов находить и гнобить. Вот он же это понимает. Гнобить. А вы находили врагов среди этих-то? Нет. И вот больше всего против нас нападал этот 50-ник у баптистов. Это родящего 67 они собирались. Но сейчас они перестроили дом в другом месте. Мельников Иосиф Иванович. И что интересно. Когда он умер, и мне передали. Он умер. И сказал, что на могиле, говорит, тумбочку не ставили, а поставили крест. Восьмиконечный. И скажите, передайте Игнатию в Барнауле. Он около Барнаула где-то жил-то. Чтобы он приехал хоронить меня и крест мой нес. Это вообще. Умер в сектантах. Сектанты собрались. Да главное идут за мной. Там Толстенко был, Сережа. А я с крестом иду. Они просят, дайте и мы понесем. А я впереди всех шагаю на кладбище. Ой, говорит, нет больше радости для Игнатия. Как за поверженным врагом, говорит, нести. Крест. Это я про одного считал. Как Иосиф Джугашвили говорил. Нет больше радости, как расстрелять врага и выпить Кахетинского. Дальше. Зазваниваемся с Михаилом регулярно. Обсуждаем ролики ваши. Духовные события и новости. Он для местного баптистского региона стал по-своему знаковой фигурой, как я понял. Его выход из общины всех Б спровоцировал цепную реакцию выхода оттуда целых семей. А они у баптистов не самые маленькие. Как известно, у одной местной семьи здесь недавно родился 13-й ребенок. И переход в РПЦ. Вот так Господь делает. Понятно? Это сегодня так, тихо и мирно. В нашем собрании. Ты работать. Миссионеров в православии. Вот близко так, я не знаю. Знаю, которые более близко к этому работают. Отец Олег Стеняев. Он приезжал у нас был в Потеряевке. До другой. Я лично знаю. Посещал его в Москве. С Библией в руках. Ты открой ему истину и покажи. Если можешь. Если есть талант на это. К слову, по этой теме вопрос, Игнатий Тихонович. Насколько чудо-родие инославных может служить для нас православным показателем превосходства нашей праведности? Матфея 5.20. Если есть заповедь, и вы об этом неоднократно говорили, дана человеку в саду Эдемском. Ну как бы было нехорошо человеку быть одному. Но после этого-то еще что-то совершилось. Это творение закончилось. И вдруг, как будто бы перестройка началась. А я теперь творю все новое, Господь говорит. И что новое? Хорошо ему оставаться, как я. И Павел показывает, что одному лучше заботиться о Божьем. Вот, а вся одна, незамужняя, заботиться о Господнем. Угодить Господу. Но она одна. Так одна она должна об этом и заботиться. Они думают день и ночь о том, как замуж быть, а потом не знают, как разжениться. Теперь хорошо человеку оставаться, как я. Уже в Новом Завете не говорится, что человеку одному нехорошо быть. Почему? Господь сошел. Душа делается, как невеста, жена Господа Бога, Иисуса Христа. Теперь по-другому. И поэтому вот это щедородие иногда может говорить просто о невоздержанности родителей. Они не воспитать, не могут, не прокормить, ничего нет. Воздержания нет. Это может быть признак того, что люди живут только в одной похоти. А может благословенная, как Китай. Мы не знаем этого. Но уже Ветхозаветие вот это здесь не стоит на первом месте. Дальше. В ролике вы рассказывали про свои искушения. О том, что часто именно у вас то топору ведут, то одежду и прочее. А я в этом увидел не столько искушения, но на свои позиции не настаиваю, предполагаю, сколько движения, реакцию людей на и на бытие в мире. Говоря словами богословов и философов. То есть вас, человека, отмеченного Богом, это объективно. Это многие чувствуют и говорят. Ну, тут уже не надо скрывать. Это Бог избирает, значит, это есть. Говорят, с молодых ногтей. Ну и... Да, такое есть. Скрывать не надо. Но мне-то от этого неудобно работаем. Инструмент положили, прихожу. У всех топоры на месте моего нет. И не один раз. Да почему именно моё? Моё берёте. Это почему? А я и не знал. Велосипеды стоят. На моём охота прокатиться. До того интересно как. Только поехала одна корреспондента. Приехала здесь, Сохарева Наташа-то. И платье закрутило у неё в цепь. Она упала. Ну, я говорю, что? Я второй раз закрутил. А что такое за велосипед? Да я говорю, твой грешный зад на моём святом сидении не может усидеть. Тебя сбрасывает какая-то сила. Посмеялись и пошли. Надо иронию ещё иметь. Дальше. Это похоже даже на неосознанное действие. Атавизм. Как, например, сегодня можно сразу опознать человека из советского прошлого. И его реакцию на возникшую стихийную очередь. Он сразу туда устремляется. Хотя ныне дефицита продуктов и вещей нет. Ну, а я помню, в Москве было так. Стоит большая очередь. Вот это синдром советского совка. Ну, думаю, у меня тут завелось несколько рублей. Я сейчас куплю. Встал в очередь. Встал, постоял маленько и говорю, а зачем стоят? Да кого он, мужчина, тащит-то? Туалетную бумагу дают. Туалетную? Мне казалось даже сказать туалетную бумагу, и то это уже стыдно должно быть. Я потихоньку выхрался из очереди и пошёл. Так неужели не открыто? Открыто! Отец меня привёз, когда я лечила. Лечили, лет шесть было в Барнаул-то. И он ушёл там по своим делам, инвалид. А я дома сижу. Надо в туалет сходить. А туалет видно где. Но днём. Я до вечера не выходил. Я пойду, а меня увидят, куда я пошёл, и догадаются, зачем я пошёл. Ребёнок, я не мог, мне до того стыдно было. Стемнялось. Отец вернулся, и он меня сводил в туалет. Это в человеке закладывать надо. А сейчас через такую перегородку, около кухни рядом, совесть потерять надо. И всё это нормально. А дед Щухарь говорит, я люблю сидеть подсолнышков на огороде, чтобы ветер обдувал. Так. Возможно, и люди те, беря ваши вещи, неосознанно желают приобщиться и вашей свободы, веры и любви. Вот заметил, главное, моей свободы. Как Бог делает? Какой свободы? Такой свободы, как наши общины, нигде нету больше. Нигде. Это Бог так делает. Мы ничего не делаем. Бог просто отрезает, убирает лишнее. И всё, иди. Чтобы Божьи таланты без всякого давления сверху, без всякой системы обращались. И хорошее отношение с патриархией, со всеми. Бог так делает. Ещё. К тому, что в современном мире является дефицитом. Храни вас Господь, обнимаю. Свердяю, что благодарю за стихотворение, Игнатий Тихоныч. Им вы утвердили меня в своём ответе-выборе. На мучающий меня сегодня... На мучающий. Мучающий. Мучающий же. Да мучил его вопрос этот. Сегодня вопрос. Истина. Самое главное всегда и каждодневно помнить сие. И жизнь над целенностью и ожиданием этого. Жених грядёт. Мы слышим этот крик. Это строчка из моего стихотворения. Дальше. Райхан. Добрый день, Игнатий Тихонович. На следующей неделе батюшка повезёт меня креститься в Покровскую церковь. Там большой баптистерий. Бесплатно благословите, пожалуйста. Понятно. Она у свидетелей Иеговы была. Не православная. Видимо, казашка. Вот. И теперь мы с ней беседуем. Из Казахстана она. И вот смотрите уже какой результат. На всего познакомились там месяца два-три назад. И дальше. Я отвечаю. Дорогая Раиса, заранее договорись, чтобы в руводе было абсолютно полное погружение. И руками ни за что не цепляйся. Чтобы была крещена вся. Не было Ахиллесовой пяты, непогружённой части тела. Куда враг будет стрелы греха вонзать. А что такое Ахиллесова пята, знаешь? Конечно знаю. Объясни, что это такое? Ну, в общем, Ахиллес был такой знаменитый герой. Его мать не к какой-то речке, она его окунала. А зачем? Чтобы он стал неуязвимым. Так. И она держала его за пяту. И она его окунула полностью. А пята осталась в руке у нее как бы. И она осталась не окунутой в эту воду. И туда его поразил Борис, по-моему. Ну ладно, дальше понятно. Стрелой-то. Дальше. Я заботился, чтобы всё крещение было полностью снято на фото и видео. Бог вам в помощь, но к нам всё равно приезжай. Она до этого говорила, приехать в Потеряевке, принимать крещение. Я сразу сказал, всё тогда. Теперь она отвечает. Спасибо большое. На следующий год с внуком в лагерях постараемся приехать. Да. Имя ему, имя приму Раиса. Она Райхан? А теперь, ну Райхан-то не может быть, а по календарю. А есть ли у вас о Раисе аудио? То есть, у меня все жития начитаны по радио. Я тут уже все дела отставил, календарь открыл, полез сюда, где-то нету. Не начитаны. Так, я считаю. Она числится в календаре, как и Раида. Я начитывал только те жития, которые не меньше по объему, чем полстраницы. Нет, это я неправильно сказал. Я начитывал-то все, но в каталог внёс. В каталог, вот как надо было. В каталог. В каталоге у меня Раисы нету. Начитывал все самые маленькие. Даже три строчки начитывал. Так. А у Ираиды, Раисы, житие у Дмитрия Ростовского за сентябрь месяц вовсе крохотное житие. И потому её у меня в аудио нет. Неправильно я ответил. Неправильно. Я потом только понял, когда посмотрел, как это я ещё пропустил. Да нету. Нет у меня его в каталоге. В каталоге нету. Вот её житие. Память святой мученицы Ираиды. Святая Дева Ираида жила в Александрии. Однажды, выйдя к источнику, чтобы почерпнуть воды, она увидела корабль, приставший к берегу. На всем корабле находилось множество девиц, мужей, иереев, диаконов и иноков. Все они были заключены в оковы. Ибо за их исповедание имени Иисуса Христа везли на мучения. Внезапно Ираида возгорела с великой любовью ко Господу. Отбросив водонос, она добровольно присоединилась к кузникам Христов. По прибытии корабля в египетский город Антиополь, святая Ираида, прежде всех других, претерпела жестокие истязания и была усечена мечом. А после нее и все прочие своей кровью запечатлели свое исповедание веры в Иисуса Христа. Святая Ираида скончалась около 308 года. Вторичная память ее с именем Раисы празднуется еще 5 сентября. Память святой мученицы Ираиды. Ну вот и все в житии. Я тут уже нашел, я и послал. Вот это идет тихая, незаметная работа. И дальше я ей отвечаю. А к нам в этом году собирайся, 10 июня 2016 года. В лагерь детский, 10 июня открывается. А 10 июля будет крещение. Она уже предкрещенная. А то Бог знает, будет ли следующий год. Раиса переводится как легкая. Второе царство. А Саил же был легок на ноги, как серна в поле. То есть она должна быстро везде поспевать. Ну была такая, считаем, апостол Петр воскресил ее. Помните? Серна назвали. Кого? Ну? Ну как кого? Так и назвали. Ну какую? Какая-то девица-то умерла. И Петр пришел и склонился, и стал молиться. Она шила рубашки. И они все плакали. Так в чем вопрос-то? Что за девица, как ее звать было? Она была легкой. Ее серна звали. Серна, то есть она легкая везде бегала. Тавифа. А? Тавифа? Да, конечно, Тавифа. Тавифа, серна. И вот А Саил я и взял. Что значит легкая? А теперь я ей даю, чтобы она знала, что легкая и дальше. Иов, дни мои быстрее гонца. Бегут, не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Легкие слова. Легкая, Раиса. Я выбрал только два места вписания есть, которые подходящие ей. Вот такая будет легкая везде. Так, Райхан. Если к вам ехать, то зачем мне здесь креститься? Я отвечаю. Не знаю, сама смотри. Тогда подожди. Осталось уже совсем рядом. Крещение у нас будет 10 июля 2016 года в озере Пруду. Тут уже все будет по канону, без ошибки. Райхан. И мне тоже к вам хочется. Тогда я тут отбой сделаю. Я отвечаю ей. Думай хорошо, чтобы не жалеть римлянам. Ты имеешь веру, имей ее в сам себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Видите как? Какое отношение к человеку. Не настаиваю. Она должна принять решение. Дальше она отвечает. Да мне муж тоже говорит. Езжай лучше по Терявку. Ты уже давно туда намерилась. Намерилась. Дальше. Я не знаю, почему у меня вот это вот. Другой шрифт пошел. Володя, надо будет хорошо высветить. Я одно стихотворение вчера написал. Как бы ей она обращается теперь. Я пишу. Это буквально все так у меня и было. Каждое лето с мамой вдвоем веники режем из веток берез. Кромкая колка, неспешно идем. Будет на веники спрос. Я ухвачу и сгибаю к земле. Если березка по силам. Так отпластаем. Оставим скелет. Режь заодно и на вилы. На черешок вилам. И говорим. Уже так повелось. Может, последний разочек. Здесь я побыл, отгасил, словно гость. И до свидания, сыночек. Сколько за день разговоров у нас. Больше о вечном, духовном. Как это дорого, близко сейчас. В камере с Вонью Махорки. То есть я это пишу. В заключении, когда был арестованный. Мама на пчел загадала о вере. Там у нее 25 колодок. Как бы моя там колодка была. Если приказчике случится, во-первых. С этой семьи больше всех собрала. Ну пчелы-то не знают. Она загадала. Значит, Игнатий на верном пути. И во-вторых, ей одуматься надо. Незачем нам на урывку идти. Там старобрядцы, беспоповцы. В споре отстаивать взгляды. Я ее не потащил ни патриархии, ни куда. Ближе всего старобрядчество. Значит, белокринитскую иерархию. Там есть иерархия. Все остается то же самое. Вот это щадящий режим миссионера. Кстати, не знают сегодня. Они как волки рыскают. Делают вдвое худшими себя. Дальше. Мама на дива. Семья молодая. Семья это семья называется пчелиная. А делал колодку я сам. Медом залила. Такое задание. Слышали нас в небеса. Мать, говорит, такого не видала. Она пчеловод, в колхозе была пчеловодом с детства. И такого не видела. Только покачает два дня, все переполнено. А колодку сделал. Ну, я грубо так делал. Там колодка-то такая-то. Она оставляет, только опять пустые. Все оттянуто, опять залили. Ну, мама говорит, надо идти тогда в эту деревню, где их там старшие были. Беспоповцы, кержаки. После мы все же, по маминой просьбе, шли по грязи на Урлевку. Праздник октябрьский. Было морозное. Грязью дороги покрыты. Она от нас 10 километров. Там 8 считалось напрямую. Все же дошли. Маме очень хотелось. Тех громотеев найти бородатых. Но тут такое случилось и дело. Все по гулянкам сокрылись куда-то. Соробряцы любят выпивать, но только со своей кружкой, чтобы ходить. Так мы ни с чем повернули обратно. Солнце проглянет, даруя улыбку. Я запел про скорбящего брата. Слышала мама, забывшую Урлевку. Слушала. Что она думала, после мне скажет. Будто бы полок кто снял с головы. Песня же эта на душу ей ляжет. А Петя совсем не привык. Мама впервые просила, чтоб пел. И всю дорогу до дому пел во весь голос. Что знал и умел. Казалось о маме все новым. И после она говорила не раз. Как будто на свет народилась. И слезы текли благодатно из глаз. К отцу эта дочь возвратилась. Мать моя. Мать героиня. Мать десятерых живых детей только. На память читала я о Боге стихи. То новый завет доставая. Обильно вливалась святое в мехи. На новое все заменялось. А я видел маму совсем не такой. А юной подругой, сестрою. Коснусь ее нежно своей рукой. В душе ликования не скрою. И чудо. А она, позабывши года, свой возраст, усталость, морщины, сказала, что старость ушла без следа. От щек пожелтевшей вощины. Воск на который вставляют, чтобы натягивали. И там, на бугре, где деревню видать, дороги, околки и небо. Стояли мы долго. Хотелось рыдать от радости доброй победы. Это было 24 сентября 86 года. Тюрьма. Так. Вот это стихотворение я дал этой Райхан. А она пишет. Считай. Тронуло до слез. Спасибо вам, батюшка. Вы мой духовный. Пожалуйста. Вот уже она мне какое название дает. И свидетели Игова. И дальше. Батюшка мне иконку подарил. А я не спросил, куда ее повесить или поставить. Обычно и храм так расположен, чтобы помолиться, кланяться на восток. Но в доме это не поставлено за правило. Но так, чтобы, как заходишь в комнату, иконы были в переднем, в красном углу, как принято называть это место. Только зашел, сразу видно, что это православное жилище. И тут же три поклона поясных с Иисусовой молитвой. Хозяевам говорят, мир дома сему. А хозяева отвечают, если они христиане, с миром принимаем. Для икон делают полочки или ставят на подходящее место, как на тумбочку, или просто на стене закрепляют. Понятно. Видите, сколько я время потратил на нее. Вот это вот, вот это миссионерская работа. Такая должна быть. Тихая, медленная, в тихом веянии ветра. А не то, что там ходил этот Сарионов, Энтео, с кирпичом бить окна. И одобряет Смирнов. Так и надо сектантов громить, бить. Да это не экстремисты, шовинисты. Это сатанисты самые настоящие, православные сатанисты. Вот и отделы миссионерские. Юрий Соболев. До слез, Игнатий Тихонович, буквально. Я помню, вы рассказывали об этом обращении своей мамы. Дальше один новый пришел. Георгий Юрий Серебряков. Премного благодарен вам за ваши ответы на мои вопросы. Спаси Христос. Ими вашими ответами вы разрешили мои некоторые сомнения и вопросы, которые возникли у меня по поводу сдачи крови. В свете Библии. На данный момент, до 30 апреля 2015 года, до Пасхи, до 1 мая нынешнего года, являюсь добровольным помощником настоятеля по социальным вопросам прихода в честь святых царственных мучеников. Даже по социальным вопросам должен быть изведан в Духе Святом. Раздавать где-то что-то кому-то. А уж о профессионерах не говорят. Это высшее. Это талантами Бог награждает. И никаких семинарий нет, а только вредить тебе будет. Спаси вас, Христос. Дай вам Бог крепости телесной и здоровья души. Юрий Соболев. Сегодня у нас на занятиях один брат делал интересный доклад о современных переводах Библии. Искажение множества. Создалось устойчивое понимание, что этими новыми переводами готовится приход Антихриста. Лютый экуминизм. Проще говоря, верно вы говорите и повторяйте, лучше, поэтичнее и глубже синодального перевода нет. О, всегда. Не считайте даже другие переводы. Сожги их, Зина, в печку. К слову протестанты некоторые, издавая сегодня синодальный перевод, и туда, в некоторые места, вставляют свои варианты перевода. Я сегодня держал их в руках, эти издания, так что надо быть очень осторожными. Если интересно, я скинул вам часть материала в сравнении на почту. Сюда не могу прикрепить файлы. Он скинул, я их перекинул к себе, перетянул, скопировал, но у меня они не вскрываются. Видимо, неправильно что-то делаю. Михаил отвечает. Вы, Игнатий Тихонович, рассказываете о своей маме, но неудивительно то, что, считая эти строки, я вспоминаю свою маму, и в этих воспоминаниях чувства сродственны у нас. После крещения Потерявки она прожила еще три года. Но эти три года она прожила другой жизнью. У нее как будто пелена спала глаз. Мы с ней стали единомышленниками. Я с ней встречался. Как она встречала? Вообще. Чтение Библии, обсуждение, молитва. В церковь вместе ходили. И еще она простила тем, кому до этого долгие годы не могла простить. Вот миссионерская работа. Михаил обратился через пленки. Хотел приехать в Потерявку, я ему запретил. Зачем это нужно? Не надо. И только при настойчивости его на третий раз разрешал. А через него уже там пришла и Нина, и мама, и там Галина. Скольких людей привел. Вот это работа миссионерская-то. Вы этого не знаете, понятия даже не имеете об этом. Горе миссионера с Дворкиным. Она говорила сама, что стала понимать Евангелие. Чтение ее стало осмысленным и с рассуждением. Познал вместе с мамой радость доброй победы. Мне это близко. Очень. То, чем стихотворение... Ваше. Ну, вчера с Сергеем Козловым беседовали. Я эту беседу назвал. Большая беседа. Чуть не полтора часа. И я назвал ее вот так вот. И вдруг на это ответ. На ролик я его выставил уже. Он у меня закачивался шесть с половиной часов. У меня медленно работает все. Дмитрий Игоревич, я смотреть пока не буду. Посмотрю на канале Сергея. Нравится, как он видео оформляет. Сергей Козлов, он себе закачивает, я себе. И он там что-то там делает. И он что-то очень красиво делает. А я не умею делать. И он, когда мне сделал такое, там, музыка идет, то другое. У меня то одного не слышно, то другого. И мне пришлось отказаться от этой системы. Отказаться. Дальше. Но посмотреть хочется, что там в эфире. То есть, но у того, что я делаю, есть тоже преимущество свое. Почему? Без купюр. Все как есть. А бывает именно вырезанное кому-то, именно тому это и надо. Я доверяю и скажу. Я вообще ничего не вырезаю. Поговорили, выставляю и все. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, благодарю вас. Игнатий Тихонович, попросили, чтобы вы помолились о болящем Марке. Шесть лет. Лейкоз. И родители его, Артема и Елену. Уже помолились. И тут вот еще какой вопрос. Спросили, а можно помолиться о болящем Мухаммаде? Маленький мальчик, возраст и диагноз такой же. То есть, в больнице, видимо, мусульмане там есть. И, Господи, и Мухаммада, пощади этого, обрати. Наставь, излечи. Если угодно тебе. Дальше. Знаете, Игнатий Тихонович, вчера приехал в православную школу забирать свою подопечную. То есть, он работает, это, видимо, платит за это, за девочкой. И там общался с родительницей Надеждой, которая пришла за своей дочерью Софией. Я часто разговариваю с ней о спасителе нашему Иисусе Христе и о вере православной. Мне всегда хочется благовествовать о спасителе нашем. Независимо, где я нахожусь. У них, у их дочери Софии диагноз сахарный диабет. Надежда мне рассказала такую историю, что год назад, когда Софии было еще 6 лет, они своей семьей поехали в машине. И папа ее говорит, вот, мол, Соня, если бы ты не болела, мы бы поехали туда, туда-то, туда-то. А затем наступила пауза в машине. И через некоторое время София подумав, сказал им, мама, папа, благодаря моей болезни вы поверили в Бога. Вот как размышляет 6-летняя дитя. Игнатий Тихонович, помяните ей Софию в своих молитвах. Братьям Володя и Никите, низкий поклон, спаси Христос. И вот которые люди, там, миссионерский отдел, узнают, что к нам хорошо относятся кто-то. Это неправильно, они вас губят похвалами. Ну, если ты ради похвалы живешь, это во вред будет. А если ты нормально воспринимаешься, ну, есть друзья, есть враги. Ну, вот наша страница в моем мире. Тут такое дело. Попросили наши беседы. Они в 1, 6, 9 том открыты боком. Беседы на разные темы. В Потеряевке я беседовал. Ну и выставляем все. Начитываем, начитываем, начитываем. 123 беседы. Мы должны закончить, думаю, завтра или сегодня даже. Никита считает, считает. Я вот тут подправляю даже где. Ну, не так, как есть. Считаю, что без интонации нужно там, без эмоций. Ну, вот просто лучшего нету. Никого сейчас и так, что просим. Но дело в том, что теперь нам вставляют их, они под замком. Я снимаю. И когда снимают, то они не выходят на видеоканал на первое место-то. Вот вчера смотрел, был номер 23 на 107 месте. Ну, надо найти дальше. Но я их переношу сюда. Вот они где у меня здесь. Это какой номер? Вот она. Двадцать четвертая. Почему-то без этой, без снимка-то. Двадцать четвертая занятие. С видеоканала я переношу на это вот. Они здесь. А там их надо искать. По порядку. Первый, второй, третий, двадцать четвертый. Но они, кто сегодня не знает, он их не найдет. И надо далеко там дальше идти. Двадцать четвертая. Ну, вот это понятно уже. Дальше. Вот заходит человек. Это в наш, вот он, как православный наш форум. У нас форум, сайт. Все называется во свете Библии, открытый Богом, одинаково. И вот он тут все это говорит. Ну, маленько, прочитай здесь это добавление. Добавление. Бог знал развращенный ум человеческий и заповедал дословно о книгах Трозакония. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из военния. Понятно еще, близко. То есть, Владимир Ильич, как его звать? Симон или Симон. Симон, Симон там, или Симеон, Симеон, как угодно. И речь идет об иконах, что иконы приравнивают к идолам. Ну, зайдите на форуме, вот здесь вот, я сейчас покажу, Владимир, там сделать как общий, вот, общий поиск, вот справа. И сюда ткните, и выйдет рамка иконопосчитания. Там все отвечено. Иконы не идолы. Это грубейшее заблуждение сектанства, узел взгляда на истину. Я просто вопрос сейчас бы был, он рядом, я спросил, скажите, Христа признаете за Мессию, за Бога? Он сразу да. Да, я его знаю, мы разговаривали с ним. Ну, а дальше вопрос просто такой. Он мог солгать? Вот смотрите, как я работаю. Да как он мог солгать? В нем нет лжи, лжо, чтобы... Ну, хорошо. А как он говорит, дом мой, дом, говорит, она решется. Куда Христос приходил из храма, выгонял, он говорит, дом мой, дом мой. Он не сказал, что украшения в храме это не его, это его дом. Дом весь как есть. То есть он по проекту. Я спрашиваю, можем признать, что это его дом? Ну, конечно. Но в этом доме, молитвенный, не молитвенный дом, это дом молитвы, храм. Там были иконы? Какие там иконы? Ну, считайте. Иезекииль, 41 глава, 17 стих. От пола, от баталка, снутри, снаружи иконы было, изображение икон. Вот и все. И поэтому у нас иконы по тому, как Господь показал. Тогда были хирурги на небо, они и в храме изображены были. А души на небе не были. Теперь души, взятые на небо, ныне будешь со мной в раю, теперь их изображение у нас в храмах. Православные храмы, все с иконами по образу небесного. А у сектанта по образу могильного склепа. Там ничего нету, мертвого. Вот и ответ. Ну и дальше. Наш видеоканал. Вот. Вот вчера с Сергеем разговаривали, и уже сколько человек пришло? 192. За 8 часов. Видите, значит, смотрят наш бизнес. И сколько оно, продолжительность? 1 час 24. Ну, почти полтора часа. И вот если ткнуть здесь, вот, главное, вот сюда, главное, влево, то откроется, на каждый день выставляются жития. Вот они идут, жития. Но я их переношу в мой мир. Ну, у нас еще есть, это, вострите Библии, сайт. Большой-большой сайт. Очень большой. Сколько вопросов, видео, тысячи проповедей. Книги тут, фильмы. Все здесь. Все на этом. Богу нашему славы. Субтитры сделал DimaTorzok.